Работа только начинается, как бы сказать, но сегодня принято окончательное решение о том, что мы закон о добровельном объединении продолжаем и решение наше, что мы соединяемся с Визирской громадой, с центром телевизирка. Ну, работа эта только началась у нас, потому что сейчас для объединения у нас еще работы много-много. Мы приняли сейчас план мероприятий, которые будем проводить на протяжении 2017 года. И работы у нас еще масса. Что это за план мероприятий? Вы будете заниматься ремонтом системы освещения наружного, вода, канализации и так далее? В 2017 год еще мы идем со своим бюджетом и будем реализовывать еще свои возможности. У нас на данное время есть свои деньги, к которым мы можем распоряжаться. У нас сейчас по плану нам район выделен 1,480,000 на ремонт улицы Шевченко, капитальный ремонт уличного покрытия. Еще своего бюджета мы добавляем 18,000, так как по проектно-сметной документации 1,498,000. На 1,498,000 мы будем со своего бюджета ремонтировать тоже капитальный ремонт уличного покрытия улицы Пограничной. Заказали мы сейчас. Делается нам проект по уличному освещению. Проектно-сметной документации у нас нет, но это тоже будет где-то в пределах 1,2 миллиона, 1,5 миллиона. Много процесса обменяется, мы еще не знаем, как делается проектно-сметная документация. Также у нас большие проблемы с водоснабжением. У нас по плану есть капитальный ремонт водоснабжения. Мы сейчас, так как мы ем в зиму, уманим, скорее всего, не сможем. Это, скорее всего, начнутся работы в весенний период у нас. Есть проблемы у нас с водоснабжением. У нас слабый напор в летнее время. Значит, у нас по планах, ну так, предварительных, как мы это видим, емкости заказать для того, чтобы мы могли наполнить эти емкости водой и потом подпитывать эту систему на протяжении лета, чтобы не было перебоев с водой в дальних точках. Есть у нас в планах благоустройство центра села, детские площадки. Есть у нас, значит, такое видение, парк сделать красивый. Мы специально собрали, были собрания по благоустройству, вот собрался у нас актив там уже. Сейчас от молодежи приходят уже предложения, которые хотят участвовать в жизни нашего села. Они предлагают там даже разукрасить в центре стены, зданий. Проекты хорошие, очень хорошие. А почему именно сейчас? Раньше же тоже нужно было так, в общем-то, активно включаться. Что произошло, как вы думаете? Ничего страшного не произошло. Я думаю, что это жизнь, это все потихонечку приходит с опыта. Хорошо. Как вы можете, вспоминая события того дня, когда было принято решение, ну, действительно, когда блокировалось здание сельского совета и трасса была заблокирована, не согласны ли с таким решением, с соединением, с визиркой, что вы можете сказать по этому поводу, потому что ваших комментариев еще не было. Результат, он налицо, как бы, все равно это решение, ну, продавлено или не продавлено, или, ну, депутаты в большинстве с вами приняли такое решение. Но все-таки другая сторона, которая за Южный, она и собирала голоса, у них есть и подписи, и у них тоже есть довольно серьезный актив, который хочет остаться в громаде с Южным. Вы понимаете, что это вечный раскол будет все равно. Как вы будете преодолевать это, ребятки? Я думаю, что надо делами это все показывать, для того, чтобы люди поняли, что вот мы идем в визирскую громаду, и должно быть для людей это на виду. Они должны видеть, что мы делаем дороги, делаем водопровод, делаем освещение, благоустраиваем свое село. Тогда люди поймут, что мы идем с выгодой в эту громаду. А так, если ничего не делать, то, конечно, люди этого не поймут. Но решение мы приняли, вы понимаете сами, было тайное голосование, люди приняли большинством. Я сегодня на сессии, вы чуть опоздали, я сказала. Если бы было тайным голосованием принято решение большинству к Южному, конечно, депутаты, которые проголосовали за визирку, они бы не прошли против своих выборцев и против своей громады. Проголосовали мы все за Южный и объединялись без Южного. Но так как большинство было за визирку, конечно, уже мы принимаем решение за визирку.